Приветствую! Данное видео не носит религиозного подтекста и мы будем рассматривать Рождество исключительно как праздничный день в соответствии с действующим законодательством Украины, а если быть точнее, кодексом законов о труде. При этом особое внимание мы уделим тем манипуляциям, к которым прибегали народные депутаты для того, чтобы изменить действующее законодательство. И они сотворили поистине рождественское. Да что там рождественское чудо? Чудо библейских масштабов. Как вы помните, Иисус в свое время накормил людей пятью хлебами и двумя рыбами. Так вот, депутаты сотворили практически то же самое. Они два превратили в тридцать. Как это произошло, сейчас мы с этим и разберемся. Как мы с вами помним, ранее Рождество в Украине было праздничным днем только 7 января. Потом, в 2017 году был принят закон, в соответствии с которым Рождество стало праздничным днем и 25 декабря, и 7 января. И вот тут самое интересное, как это было обосновано депутатами. Как вы знаете, когда подается законопроект, к нему подается еще и пояснительная записка, в котором депутаты обосновывают необходимость принятия того либо иного закона. И вот давайте посмотрим пояснительную записку и почитаем, как же депутаты объяснили, что нужно предусмотреть два Рождества в году. Вот это пояснительная записка. Ссылочку на нее я, естественно, оставлю в описании, чтобы вы могли зайти и проверить, действительно ли она содержит именно такой текст. Почитаем мы вот это предложение, потому что именно здесь содержится вся соль обоснования. Итак, что же здесь они пишут? Згідно зі статистичными данными Департаменту у справах релігій та національності Міністерства культури України, звіт про мережу церков і релігійних організацій в Україні станом на 01.01.2017 року, близко 23172 діючих релігійних, православних, греко-католицьких і деяких інших християнських громад відзначають Різдво Христове 7 січня за юліанським календарем. Водночас на сьогодні в Україні нараховується близко 11 тысяч релігійних, католицьких і протестантских громад, що складає біля 30% від усіх релігійних організацій України, які святкують Різдво Христово за Григорианським календарем, тобто 25 грудня. І когда мы это читаем, у нас какое ощущение складывается? То, що там і написано, що около 30% веруючих в Україні празднує Різдво 25 декабря. Почему 30%? Ну, тому що ми видим, що 23 тисячі, цифра є, і 11 тисячі. Ну і примерно це якраз, можна сказати, що от общого количества примерно 3-я части веруючих празднує, соответственно, Різдво 25 декабря. І ми, як люди, які уважаємо друг друга, уважаємо всіх граждан України, независимо от того, веруючі вони, не веруючі, к какой религиозній організацій вони себе относять, ми говоримо, да, 30%, нормальне количество, і да, в принципі, окей, пусть буде Рождество і 25 декабря. Ну, потрібно уважати, 30% – це ж багато людей. Но именно здесь і кроється манипуляція. Потому що, обратите внимание на вот эти слова. Біля, 30% від усіх религійних організацій України. Але ведь 30% религиозних організацій України – це ж не 30% веруючих. І думаю, ви все вже поняли, в чому кроється манипуляція. Вони считали не по людям, а по количеству організацій. Але ведь головне ж не количество організацій. А може в цій організацій 2-3 чоловіка, а в другої організацій – мільйони людей. Так ми можемо сравнівати ці організація? Нет, ведь нужно считати по количеству людей. І в цьому – це найбільша манипуляція. А как нам понять, какое количество людей, соответственно, праздновало на тот момент Рождество 25 декабря? Поскольку в пояснительной записці вони ссылаються на данные за 16-й год, я нашел в сети, соответственно, опроси центра Разумкова по поводу того, к какой религії люди себя относят. Давайте їх посмотрим. Це теж опроси 16-го года. А центра Разумкова провел опрос, в котором был задан в том числе и вот такой вопрос. Скажіть будь ласка, до якої религії ви себе відносите? І смотрим на результаты. Православія – 64%. Православные, мы помним, 7 января праздновали. Рима-католики – 0,8%. Как раз Рима-католики празднуют Рождество 25 декабря. На тот момент праздновали, ну и сейчас. Греко-католиков пропускаем, потому что греко-католики праздновали Рождество тоже 7 января. И вот протестантство, да, то, на что они указывали. Протестантские церкви – 1,2%. Ну а дальше иудаизм, ислам, буддизм, понятно, нас это не касается. То есть нас касаются два показателя. Вот этот, вот он, Рима-католики и протестанты. В совокупности это дает 2% верующих. 2% верующих. А в пояснительной записке цифра была совсем другая. Нам говорили про 30%, правда, религиозных общин. Но за этими 30% религиозных организаций скрывается всего лишь 2% людей. И вот тут возникает вопрос. Конечно же, то, что мы увидели, это чистой воды манипуляция. Потому что если написать в том, что в пояснительной записке, что празднуют всего лишь 2% людей, ну общество бы сказало в смысле, ну а что 2% из-за 2% праздник государственный, ну как бы не очень логично, да, наверное. Ну это всего лишь 2%. А вот 30% это уже существенно. И в итоге мы сотворили вот такое чудо. Ну депутаты сотворили чудо в библейских масштабах. Два превратили в 30%. И в итоге был принят этот закон. И в свое время мы с другом обсуждали и эту пояснительную записку, и сам закон. И он тогда сказал, что посмотришь, через пару лет 7 число исчезнет, а будет только 25 декабря. Он умнейший человек, он может предвидеть будущее, но ты ошибся, Денис? Ты ошибся. Не через пару лет. Прошло 5 лет. И теперь в 23 году, в июле 23 года, из Кодекса Законов Украины исключили такой день праздничный, как 7 января. Его теперь нет вообще. И все, что у нас осталось, это Рождество 25 декабря. Вот такая у нас получилась юридическая история Рождества с таким себе рождественским чудом. Превращение 2% в 30%. Ну а кто эти депутаты, друзья, вы можете зайти по ссылочке, посмотреть, кто же подавал этот законопроект, и запомнить, наверное, их фамилии, и понимать, насколько они честны с вами. Чтобы не ошибиться на следующих выборах. На этом у меня все. Если вы считаете данное видео полезным, ставьте ему лайк, подписывайтесь на мой канал. Также приглашаю вас в свой телеграм-канал. Ссылочка на него есть в описании к данному видео. Ну а я вам традиционно желаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.